Совместный турецко-российский мониторинговый центр развернут в азербайджанском городе Агдам. В нем представлено равнозначное количество военнослужащих от Турции и России. Глава оборонного ведомства Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что в центре будут работать 38 турецких офицеров и один генерал. Эксперты уверены, что проведение контроля над соблюдением прекращения огня в Карабахе внесет большой вклад в обеспечение мира в регионе. Мы видели, что в декабре были провокации с армянской стороны. Пришлось вооруженным силам Азербайджана отвечать на эти провокации. Были арестованы провокаторы. Теперь армяне заявляют, что никаких там провокаций не было. Это были просто мирные жители, армяне, которые просто туда поехали с автоматами. Но вот как раз таки вот этот мониториговый центр, он будет следить и скажет, что действительно на самом деле что произошло. Турецко-российский центр будет проводить мониторинг техническими средствами, в основном беспилотниками. Участие турецких военных в этом процессе имеет особую значимость, считают аналитики. Россия имеет военную базу в Армении. Они члены и Россия, и Армения члены одного военного блока. Поэтому нужна какая-то балансирующая сила. Поэтому и Турция выполняет вот эту роль баланса в этом миротворческом компоненте. То, что сегодня происходит, это действительно беспрецедентное событие, потому что Турция, вы знаете, является страной НАТО. При этом, значит, очень тесное сотрудничество в Нагорном Карабахе происходит с Россией. Я не думаю, что в истории вообще были примеры какие-то схожие с этим. Совместный турецко-российский центр по контролю над прекращением огня и всех военных действий в зоне Карабахского конфликта создан в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Турции и России от 11 ноября 2020 года.